То, что пошла публикация, что фракция рекомендовала меня тоже включить в состав делегации, нашей российской делегации в парламентскую ассамблею в Совет Европы. Вы знаете, что мы приостановили в прошлом созыве нашу работу в рамках ПАСИ, потому что делегацию лишили голоса, непонятным причинам, названным из-за Крыма и прочее, и якобы не выполняем низких соглашений и прочее. Поэтому, если эти санкции не будут сняты, соответственно, понимаете, нет смысла участвовать там, соответственно, у меня есть дела по выживанию. Ну, я думаю, председатель нашей палаты Вячеслав Викторович Володин однозначно тоже высказывается на эту тему, что просто туризм, значит, международного такого политического со стороны депутатов, он не считается лесообразным, какой туризм. Поэтому вы знаете, что у нас сейчас идет полный пересмотр вообще состава делегаций, конечно, учитывается пожелание депутатов, это группы дружбы так называемые, да, и в том числе обязательное участие. Вот ПАСИ – это обязательное участие, но при этом там, конечно, посмотрели авторитетных людей, знаменитых, это спортсмены, Журова, Фетисов, которые уважаемы во всем мире, и к кому прислушиваться будет в любом случае. И, конечно, те, кто является и профильником, и владеет языками иностранными. То есть я в этом плане считаюсь и профильником, потому что дип-академия у меня и работа на международном управлении, и владение иностранными языками. Поэтому фракция решила меня туда рассмотреть. Хотя это было мое пожелание, я просто, когда нас спросили, я говорю, я не против, но при этом я координирую голосование депутатов в зале, поэтому есть некоторое противоречие, и если, например, руководство это не помешает, я бы с удовольствием, я бы посмотрела, как это работает. Кроме того, я знаю, что туда ездили депутаты, которые не профильники и не владеют языками. Что они там делали, я не знаю.